денис привет это файл номер два как я тебе обещал в первом аудио вот хотелось бы поговорить с тобой о музыке вот ну так же начать как вот некоторые твои видео там на твоем канале начиналось какая музыка должна быть в церкви вот и я хотел бы знаешь как это сделать вот я хотел бы как бы хронологично это построить потому что если мы посмотрим в писании на если мы вот разберемся все аспекты не только какие-то одни аспекты какой-то один допустим взять какой-то псалом и читать там выбирать как мы уже пробовали да а вот вообще разобраться вот по писанию до разобраться с моментом музыки в церкви какая она должна быть какая допустимая какая недопустимая вот и так сказать это как я уже степенно на первом аудио говорил что это музыка она сопровождается движением ну как будем говорить динаминации церкви да то есть как бы у одних может быть спокойная музыка у других может быть там скажем так воинственная какая-то музыка да у третьих там еще как-то опять таки это зависит от того какой орган какой орган да вот в теле какое какой член в теле христа задействован то есть как у нас да вот руки у нас двигается там вверх-вниз лево-право там да а уж вообще не двигается стоять на месте данные не знаю это же не значит что уши плохой орган потому что они не двигаются да лучше делать свое они слышат а руки не могут слышать да то есть как бы если продолжать теорию которую развил апостол павел вот так вот по писанию какая музыка должна быть церкви сначала давай разберемся что же есть вообще писание о музыке значит три жанра как уже некоторыми проповедниками было замечено на твоем канале тоже бог оставил три жанра музыки это духовные песнопения это а псалмы и это гимны то есть опять есть духовные песнопения есть псалмы из гимны теперь давай разберемся в каждой категории вот три категории да у нас есть духовные песнопения псалмы и гимны разберемся что он означает что чем отличается гимн скажем от духовного песнопения или псалмы от гимна да чем отличается что что собой представляет гимн и так далее смотри давай начнем с гимна вот гимн если пообщить вообще понятие гимна допустим вот чисто мое понятие гимна гимн это провозглашение или утверждение чего-то то есть гимном допустим гимном украины да им нам там америки вот гимна любой страны это провозглашение величие да провозглашение силы провозглашения а каких-то может быть обетования или что такое да вот как бы гимн это такое вот что-то вот 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 ну вот гимна гимн страны да подчеркивает культуру страны там допустим но гимна гимна в понимании писания до понимания бога это подчеркивает характер бога это говорит о том что он великий о том что он всемогущий то есть провозглашение может быть какие-то для нас обетование да бог сказал тогда вот как как один из пи одно из пени и есть знаешь это ну при первых он нас сделал родными у нас сделал друзьями давно новое имя на зовут христиане это не духовное песнопение это гимн а вот ну вот понятно что при гимна теперь давай посмотрим что к духовное песнопение духовное песнопение это больше как ну вот когда мы говорим о духовных вещах да мы говорим вот о молитвенных вещах да а каком-то обращение к богу да вот какое-то вот духовное состояние то есть обращение бога обращение духу святому то есть именно вот обращение, именно обращение, не прославление. Это еще потом затрону эту тему, что есть прославление и есть поклонение. То есть, мы сейчас говорим о духовных песнопениях. То есть, это близко вот, вот, даже это не физически, не то, что там, знаешь, руки поднимут к небу там или еще что-то. Нет. Духовное песнопение – это то, что у тебя в душе, ты выражаешь это Богу. И есть псалмы. Да, псалмы это песни, да, или пения, которые несут в себе ободрающий характер, которые несут в себе прославляющий характер, благодарение, да, то есть прославление, восхваление. Да, вот это все – это псалмы. Теперь, как я уже тебе сказал, есть прославление, есть поклонение. Это одна часть служения. Это одна часть служения, как бы, музыкальная часть, да, вот, общие пения из прославления, из поклонения. Но это две части, в этой одной части и в этой одной части две подчасти, из-за части, как бы ты их назвал, там. Что происходит во время прославления? Что должно происходить во время прославления? Это я тебе потом подтверждение прочту псалмы. Во время прославления происходит возношение имена Господня. Происходит провозглашение Его Царства. Происходит... Мы поем, как Он велик. Мы воздаем Ему славу, мы воздаем Ему хвалу, мы веселимся перед Ним, мы торжествуем перед Ним, мы векуем перед Ним. То есть это прославление. Поклонение же это когда, вот я тебе сказал, духовное песнопение, когда мы уже Ему открываем свою душу и изливаем ее перед Богом. То есть это поклонение Богу, да? То есть мы выражаем Ему свою любовь, мы выражаем наши чувства перед Ним, да? Это уже поклонение Богу. Вот. Теперь хорошо. Возвращаемся к псалмам. Какое же может быть... Какие же может быть... Потому что в основном в псалмах написано, да? Какое... Какое... То есть, ну, какая должна быть музыка конкретно, да? Как допустимые инструменты даже написаны. И допустимые, так сказать, я бы так сказал, жесты. Жесты или... Даже не знаю, как это назвать. Ну, ты поймешь, о чем я буду говорить. Смотри. И не просто написано, что это допустимое, да? Ну, можно, да. То есть не написано там, ну, можно, да, это делать можно, можно, да. Это можно, конечно, можно, да? Но не только об этом написано, а написано зачем. И что за этим стоит. Что за этим действием, да? За этим действием. Что за ним стоит. Что оно... Что это действие производит, да? То есть, какое... Какая производная выходит из этого действия. Для того, чтобы было более понятно, мы можем с тобой открыть несколько псалмов и прочитать. Давай откроем, вот возьмем вопрос. Допустим, насущный, болезненный вопрос будем так называть. На болевший вопрос скажем. Можно ли хлопать в церкви? Хорошо. Во время прославления можно ли хлопать в церкви? Ну, вот я тебя спрашиваю. Можно ли? Вот как ты думаешь? Ты мне уже ответил на этот вопрос, что церковь, в доме, да, молитвы, мы вспоминаем страдания Христа. То есть это как бы вот, ну, твой ответ. То есть ты не можешь позволить, чтобы песни какие-то, которые можно петь возле костра, скажем, да, или в машине слушать, ну, и ты можешь прийти, ну, как бы в церковь и петь эти же песни там. То есть ты как бы не видишь в этом, как тебе сказать, пользы, да? То есть ты как бы не представляешь себе, как это возможно, да? Смотри. Во-первых, нужно понимать одну вещь. Нужно понимать одну вещь. Что Бог для нас что сделал? Он нас, естественно, Он отдал Сына Своего, который провел за нас кровь, да, который оставил нам завет и тому подобное. Это все, само собой разумеется, это все очень важно. Вторая важная часть – это то, что через жертву Иисуса Христа мы обрели спасение, мы обрели победу, Бог победил дьявола. Понимаешь, что вот эти вот победы, вот это вот обетование, те, которые за этим стоят, мы ими восхищаемся, мы восхищаемся нашим Богом, мы восхищаемся, что Он для нас сделал. И у нас, нас должна переполнять также и радость. Понимаешь? То есть, само собой разумеется, что Иисус сказал, когда вы едите тело мое и пьете вино, да, то есть, вы восхищаете смерть Господню, доколе Он придет, да. То есть, это само собой разумеется. Но также написано, радуйтесь, да, во всем. Еще вам, говорю, радуйтесь, да, это писал апостол. Вот, и что же написано о псалмах? Вот, вопрос наслушный, можно ли хлопать, да, вот такой вопрос. Если мы откроем 46-й псалом, да, псалмы – это один из жанров, которые оставил нам Бог, да, в прославлении. Если откроем 46-й псалом, прочитаем, что там написано. Это просто наизусть, я уже много раз читаю, но ты можешь открыть Писание и читать. Я не буду весь псалом читать, ты можешь прочитать весь псалом. Но я основные такие вот пойнты, да. Смотри, ну, скажу. Смотри, начинается псалом. Начальник ухора, сынов кореевых, псалом. То есть, начальник ухора этот псалом был написан. Сынов кореевых, псалом, да. То есть, не начальнику-разжигателю костра, не водителю машины, да, а начальник ухора. То есть, уже понятно, что это, ну, собрание, да. Теперь смотри, что там написано в том стихе. Четко и ясно написано. Восплещите руками все народы, восклицните Богу глазом радости. Псалом. Псалом написано, вот теперь, в черном по белому написано. Восплещите руками все народы, восклицните Богу глазом радости. Да, то есть, вопросов нет. Вот оно, в Писании написано. То есть, можно восклицать? Можно. Можно восклицать Богу. Можно, можно рукоплескать Богу. Можно руками, физически написано, восклицать, да, Богу. И смотри, что дальше написано. Ибо Господь Всевышний и Страшен, великий Царь над всей землей, покорил нам народы под ноги, племена под ноги наших. Да, и там ниже, 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 ниже перечисляются причины, за что мы можем ликовать и радоваться перед Богом. Вот то, что я тебе говорил перед этим. То есть, не только того, что, да, мы в церкви не только вспоминаем смерть, да, мы не только вспоминаем страдания Христа, но также и торжествуем, потому что Он победил, Он покорил, да. Вот написано, почему мы, из-за чего мы должны рукоплескать, да, Богу, ликовать и восклицать перед Ним, да. То есть, есть причины, понимаешь? Вот, есть причины. Теперь, я бы назвал эти три псалма, которые я вот буду говорить, я бы назвал первой, с каким настроем можно петь Богу, да, вот как можно, с каким настроем, настроение мое. Вот, второй псалм я бы назвал, какие песни можно петь Богу. И третий псалм я бы назвал, на каких инструментах можно петь Богу. И почему? В этих трех псалмах все почему. Почему можно делать то, что написано, почему можно петь такие песни, о которых написано, и почему можно играть на таких инструментах, на которых написано. Вот давай теперь посмотрим псалом. Это мы 46-й посмотрели. Теперь давай посмотрим псалом 149-й. Псалом 149-й. Опять читаем сначала. Я не буду весь псалом читать, но я думаю, что ты можешь прочитать. И сам все поймешь прекрасно. Вот где написано. Первый стих. Господи Господу песню новую. Хвала ему в собрании святых. То есть тут указывается. В собрании святых. Хвала ему в собрании святых. Песнь новая, да? То есть уже указывается, что это не возле костра, не в машине, а в собрании святых. Да? И там дальше довеселится Израиль, создатели своем. Синесиона дорадуются царе своем. Дохвалят Иве ему с ликами. На тимпании гусса допоют ему. Ибо благоволит Господь народу своему. Прославляет смиренных спасения. То есть опять Ива, видишь, опять эти вот все перечени идут, да? И там Пойте Богу нашему, Пойте, Пойте Царю нашему, Пойте. Ибо Господь, Царь всей земли, опять, видишь, указывается зачем. И написано, Пойте все разумно. То есть мы должны петь ему разумно, понимая. Не просто так, вот, ну, я заметил, вот, даже вот, я, бывает, помогаю в одной церкви, и пастор постоянно должен заставлять людей поклоняться Богу. Пастор, потому что они думают, а, музыка, прославление, ну, мы можем там потекстовать на телефоне посидеть. А, ну, главное пробовать послушать, а музыка там, можно там поговорить там с сестрой, с братом пообщаться во время прославления, поклонения, знаешь, как бы, люди не понимают. Или даже вот у нас в церкви бывают люди встают, но общая пение, ну, ой, надо встать, спеть, так, сейчас, так, какой там, а, та-та, та-та, пропели, ху, сели. А что пропели, зачем пропели, а о чем мелодия была, что там? Понимаешь, то есть люди многие не понимают смысл поклонения, смысл, то есть поют, потому что их заставили, или поют, потому что они должны это спеть. А надо петь разумно, понимая, о чем ты поешь, понимая, что ты поешь это Богу, и петь так, чтобы это было направлено к Богу, да, чтобы, чтобы, чтобы твоя песня была из сердца, понимаешь? И поэтому песня новая. Почему новая? Потому что ты можешь петь из своего сердца, ты можешь петь своими словами даже, может играть мелодия, ты можешь своими словами петь Богу, это будет новая песня, твоя личная новая песня Богу. Поэтому написано о Господе, Господу песню новую, хвала ему в собрании святых. Вот ты опять довеселиться, видишь, там опять хвалят имя его с ликами, на темпальные гуссы допоют ему, благодаря великому Господу народу своему, да, то есть как бы там все это написано. И там еще написано, написано, по-моему, даже в 46-м слове написано, что благодаря тому, что мы рукоплещем, благодаря тому, что мы ликуем, торжествуем перед нашим Богом, мы тем самым заключаем всех бесов, мы заключаем всех этих вот слуг, да, будем так говорить, врага, да, заключаем в темнице, заключаем, мы приказываем замолчать, потому что наш Бог, Он великий, наш Бог, Он сильнее всего на свете, понимаешь? То есть про возглашение, пение вот гимнов и пение псалмов, про возглашение и про славление Бога, это очень важный момент, понимаешь? Теперь смотри, окей, мы поговорили про пославление, про поклонение, мы поговорили, какие песни можно петь, да, как можно себя, будем так говорить, вести. Теперь 50, то есть 150, как я уже сказал, это будет, на каких инструментах мы можем играть Бога, вот такой вопрос, на каких инструментах можно играть в церкви? Можно ли играть на барабанах, можно ли играть, там, на гитаре, можно ли играть, или только на органе можно, на всем другом нельзя, и как играть? Давай прочту этот псалом, я сейчас его даже открою. Сейчас я его открою, даже вот, на компьютере. Сейчас. Псалом. Сто, сто, сто пятьдесятый. Текст. Так. У меня русской клавиатуры нет, так я пишу так, а потом копирую и вставляю в Google. И у меня открывается сайт, такой есть русский. Ммм, сейчас. Алл-Байбл, вот да, Алл-Байбл. Смотри. Вот, давай прочтем этот псалом. Значит, на каких инструментах можно славить Бога? Читаем. Хвалите Бога во святыне его. Опять, видишь, указывается место во святыне. А где святыня? В собрании, да? В Доме Господнем. Хвалите его по множеству... Нет, подожди. Хвалите его... Хвалите Бога во святыне его. Хвалите его на тверде силы его. Хвалите его по могуществу его. Хвалите его по множеству величия его. Хвалите его с звуком трубным. Хвалите его на псалтыре и гуслях. Хвалите его с тимпаном и ликами. Хвалите его на струнах и органе. Хвалите его на звучных кимбалов. Хвалите его на кимбалах громогласных. Все дышащие дохвалят Господа. Аллилуйя. Теперь давай разберем. Да, тут много всего написано. Опять-таки есть причина, почему мы можем так его слайки. Что за этим стоит? Смотри. Хвалите Бога во святыне его. Хвалите его на тверде силы его. Второй стих. Хвалите его по могуществу его. Это как? Вот как бы ты понял? То есть, насколько он могущий? Он всемогущий. Настолько мы должны его хвалить. Не так можно хвалить, как, ну ладно, да, ну слава. Слава тебе, да. Ну, нормально, да. Круто так, классно. Да, можно так. А можно сказать, вся слава тебе. Вся хвала тебе. Ты великий Бог. Ты всемогущий Господь. Мы воздаем тебе все, что у нас есть. То есть, все, что у нас есть, Господь, это твое, да. То есть, по могуществу его, да. Похвалить его по множеству величия его. То есть, насколько он велик. Такой масштаб твоей хвалы должен быть. Если он велик, ну, там можно, там, ну, вот пристал. Ну, вот пристал, да, вот я тебе, ну, покажу примерно. Может быть, даже не, ну, такой, не эксперимент, не знаю, как это назвать. Ну, короче, сейчас я тебе скажу, ты поймешь. Смотри. Ну, допустим, я, я, он, допустим, хвалю, да. Какой-то воздыхаю. Ну, да. Браво. Браво. Молодец. Молодец. Хорошо, хорошо, да. Вот это такой масштаб. А есть, можно сказать, вау, супер, да. То есть, это уже совсем другой масштаб, понимаешь. По множеству величия его. Насколько он велик. Насколько он всемогущий, да. Насколько мы его должны хвалить. Если наши восхваления направлены к Богу, это правильный мотив, понимаешь. Смотри. Теперь же, где же тут инструменты? Давай посмотрим. Хвалите его со звуком трубным. То есть, понятно. Трубы. Хвалите его на псалтыре и гуслях. То есть, вот эти вот струнные такие псалтыри и гусли, да. Хвалите его с тимпаном и ликами. Лики. Радость. Ликование, да. Тимпаны – это бонги. Вот эти вот перкуссии, да, бонги. Я посмотрел, сколько тимпаны. Это такие большие вот барабаны, которые натянуты такой шкурой. И играются на них или палочками мягкими, или руками. Ну, бонги по-нашему, короче. Хвалите его на струнах и органе. Струны, ну, гитара, скрипка, виолончель, контрабас, да. То есть, все вот эти струнные инструменты, которые есть, мы можем его хвалить. На органе, да, орган. Ну, понятно, да. Теперь смотри. И очень интересный пятый стих. Вот, возьми лист бумаги, да, кусок бумаги возьми, или закрой глаза и представь. Хвалите его на звучных кинвалах. Что такое звучные кинвалы? Я тоже так раньше читал быстро, не понимал. Что такое звучные кинвалы? Теперь скажи, как называется элемент барабанной ударной установки, которые вот металлические. Они называются symbols. То есть, они называются кинвалы, вот эти тарелки, да, в звучных кинвалах. Тарелки, будем так говорить, металлические, которые сдают громкий, звонкий звук. Хвалите его, смотри, хвалите его на кинвалах громогласных. Гром звенит или гром гремит? Гремит. А какой элемент, музыкальный элемент гремит? Бочки, барабаны, да, вот тамы, как их там называют, там-тамы, потом вот эта бас-бочка, потом вот снейр-трам, да, вот этот вот. То есть, практически, это барабанная установка. То есть, многие церкви спорят, можно барабаны, нельзя барабаны. Вот тебе написано, черное по белому. Итак, подводим итог. Что же можно делать, да, при служении Богу, прославлении, часть прославления, поклонения? Рукоплескать? Можем. Ликовать, торжествовать, радоваться, восклицать? Можем. Петь новую песню? Можем. Что мы еще можем? Мы можем играть на вот этих всех инструментах, о которых перечислено здесь, вот в этом псалме. Вот тебе, пожалуйста. Один только жанр мы взяли, псалмом. Один, там, три жанра, да? Как бы, духовные песнопения, гимны и вот псалмы. Мы только взяли одну книжку, псалмы, и вот, смотри, сколько здесь информации. Да, я мил. Тут споров нету. Если какая-то, допустим, община или церковь, да, считает, что вот наше поклонение, вот так мы видим его. То есть мы видим его чисто под орган. Но они должны говорить так. Но мы не осуждаем, если группа придется играть на барабанах. Они прославят этим Бога, потому что вот оно написано. Мы не должны осуждать тех, кто играет на гитаре, тех, кто играет на бонурах, тех, кто поют хвалебные песни, радостные песни, звонкие песни. Потому что вот оно все. Вот оно все в салмах написано. Вот так должно быть, понимаешь? То есть, как бы, это не должно быть разделение из-за этого. А у многих из-за этого разделение начинается. Теперь, смотри. Последний момент, что я тебе хотел заметить, это очень интересный момент. Это то, что, что же все таки случилось с музыкой? Почему многие считают, что вот такого типа музыка, да, с барабанами, с гитарами, там, со всеми инструментами в церкви, многие считают, что эта музыка мирская. Смешанная с мирской. Что же произошло на самом деле? А произошло следующее. Если мы посмотрим Писание, мы можем эту идею понять. Эту схему, да, систему схему. Дьявол ходит, как рекоряющий левый щаков, поглотить. И он пришел, чтобы что сделать? Украсть, убить и погубить. Он пришел, чтобы украсть. А что он ворует? Вот у христиан, что дьявол может воровать? Он может исказить умы, чтобы слава была не Богу, а слава была человеку. Он может исказить в человеке музыкальные дары, да? Он может исказить каким образом? Он говорит, ты поешь Богу радостную песенку, да? Хорошо, приди ко мне и спой радостную песенку, я тебе покажу прелести мира. Ты можешь спеть эту же радостную песенку, там, про водочку, про пиво, там, про что-нибудь еще, про ресторанчик, про гуляночки, там, пожалуйста. И тем самым дьявол ворует идею, которую дал Бог, и переделывает это на свой лад. А что происходит потом с нами? Мы потом говорим, ага, ну, значит, там, группу берем, какой-то Шуфутинский, допустим, Михаил Шуфутинский. Да, он играет у них на барабанах, на гитаре, там, и песни поют хорошие, и вроде такая музыка, но смысл мирской. Ага, значит, значит, на гитаре, на барабанах играет мирскую музыку. То бишь, отсюда выводим, да? В церкви не должно этого быть. И мы отдаем вот это все, что перечислено в 150-м салме. И мы говорим, на, хорошо, дьявол, ты украл, это все твое. И что тем самым мы даем ему? Мы даем ему лики, мы даем ему прославление Бога, мы даем ему вот это все, мы отдаем ему, чтобы он это исказил на свой лад. И потом мы говорим, не любите мир, а не того, что в мире, а в мире существует такая музыка, которую мы сами подарили этому миру. Понимаешь, мы подарили, мы не противостояли дьяволу, не сказали нет. Мы будем музыкой, которая вот написана в Писании, мы будем славить нашего Бога, и она будет лучше, чем музыка в миру. Будут барабаны, будут гитары, но это все будет направлено на славу Божью. Это все будет олицетворять Его величие, по множеству величия Его. Это все будет олицетворять Его могущество. Музыка должна описывать нашего Господа. Одна музыка описывает, как Он мирный, смиренный, добрый, да, дающий, любящий. Другая музыка описывает, что Он стоит за Свой народ, и Он не даст народ свой в обиду дьяволу, в обиду врагу, Он не даст свой народ. Поэтому разная музыка описывает характер Божий. И наше прославление должно соответствовать характеру Божьему. Если мы идем в войну, а мы воюем, да, против, вот почитай, по-моему, Ефесянам, шестая глава, да, мы воюем против, да, мы не воюем, как там написано, не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против силы злобы поднебесной. То есть мы воюем, у нас есть духовная война, и мы воюем, и мы будем петь, да, допустим, поднебесную войну ведем каждый город и каждый дом, мы пленяем послушание Христу, Божьи силы наполнены, не по плоти воюем мы, побеждаем силы зла и силы тьмы. А имеем ли мы такое дерзновение побеждать? Конечно, потому что кровь Иисуса, она дала нам победу, кровь Иисуса дала нам свободу. И мы это провозглашаем, то ли в гимнах, то ли в псалмах. Духовное песнопение тут не имеет, то есть не подходит, потому что духовное песнопение это более как бы личное твое. То, что ты можешь к Богу прийти и излить свою душу, это уже другое. Но эти жанры, как многие братья говорили, оставил наш Бог. Вот, так что вот интересно получился вот такой вот у нас разбор на эту тему. Вот, и поэтому очень важно понимать вот такие моменты, и очень важно использовать, потому что если дьявол, да, если противник наш использует музыку, которая была предназначена для прославления Бога, если он использует для того, чтобы заглушить хвалу Богу, заглушить прославление Бога, заглушить превозношение Божьего имени, а мы этому поддаемся, то, извини меня, понимаешь, нам надо что-то с этим делать. Нам надо не сдавать позиции, а нам надо набирать ход и идти вперед и атаковать его. Понимаешь? Вот, и Бог нам дает такую возможность, вот он четко описывает в этих трех салмах, а если мы еще наруем салмом, мы еще там можем почитать, вот, что может делать музыка, да. Поэтому очень важно понимать такие аспекты и не упускать, потому что можно так сказать, ну, хорошо, в миру такая музыка, ну, а мы будем петься на минорчике, мы будем петь, вот, только вот о страданиях, о том, как нам плохо, о том, как нам, вот, мне сегодня очень-очень грустно, или петь, допустим, о седина, я так мало потрудился для Христа, или петь о я грешник бедный, хотя там очень хорошие слова в этой песне, о я грешник бедный, очень хороший гимн, кстати, или песнопение. Это не гимн, это, ну, может, и гимн, я не знаю, как эту песню назвать, там, в принципе, есть провозглашение, да, если бы Бог, то есть, как бы не спас меня, то где бы я был, то есть, такой смысл, понимаешь, вот, поэтому это своего рода гимн, очень хороший гимн, но я говорю о том, что нам очень важно понимать, что мы можем и петь, и провозглашать Божие величия, мы можем провозглашать Божие могущество, и мы можем громко об этом петь, потому что, или мы сомневаемся, что Бог великий, может, мы думаем, ну, может быть, Он великий, или мы твердо говорим, Он великий Бог, Он всемогущий Бог, в Нем победа, в Нем свобода, в Нем благословение, в Нем жизнь, понимаешь, вот, мы можем словами подтверждать, мы можем и музыкой это подтверждать, вот, поэтому, вот, такое исследование, чисто по Писанию, ничья проповедь, ничье, ничье, там, мнение, вот, чисто по Писанию, взяли, прочли псалмы, и все ясно и понятно, поэтому, вот, надеюсь, что это аудио каким-то образом поможет понять смысл, потому что очень важно понимать смысл поклонения и прославления Бога, это вот так же важно, как слушать проповедь, многие люди думают, я уже говорил, многие люди думают, что, а, да, прославление, можно и опоздать, мы сегодня что-то не чувствуем, как петь, можем опоздать, а, я вообще, у меня слуха нет, да, что я буду делать там, а, приду на проповедь, послушаю, покушаю там духовной пищей и пойду домой, э, нет, прославление, поклонение, очень важная часть в служении Богу Господу, очень важная, и важно вспоминать о его страданиях, и важно вспоминать о том, что он для нас сделал, о том, что он всемогущий Бог, великий Бог, любящий, защищающий, за то, что он нам столько всего обещал, столько разных обетований дал, жизнь вечную дал, спасение дал, да, то есть, как бы, всегда поддерживает нас, всегда проводит нас через всякие испытания, искушения, да, даёт нам силы, да, то есть, как бы, проводит нас через испытания, искушения, чтобы нас закалить, нашу веру возрастить, потому что, если у нас не будет испытаний, как мы веру нашу будем возвращивать? Никак. Если Бог нас всё время проводит через всё, несёт нас на руках, мы скажем, Все, Бог нас пройдет. Бог хочет, чтобы мы сами научились тоже, чтобы мы провозглашали Его, чтобы мы сказали этой проблеме, которая вот на посетение, да, сказали, проблема, ты надо мной не господствуешь, я над тобой господствую во имя Иисуса. Или еще лучше сказать, что Бог над тобой господствует. Да, то есть как бы Бог через меня над тобой господствует. То есть по-разному можно сказать, но главное, чтобы в этом был Бог, то есть как бы я во имя Бога господствую над этой проблемой, да, я ее преодолею рано или поздно. Вот, поэтому очень-очень такая интересная тема. Хорошо, вот такое аудио номер два. Аудио номер три будет о молитвенных языках. Вот, вот, интересная тоже тема, которая, так сказать, будем так сказать, наболевшая тема, но также с помощью Бога, с помощью Духа Святого мне была открыта. И довольно понятно была мне, стала мне, наконец-то. Вот, ну, хорошо, благословите Бог, аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.